Доброе утро, Мешпаха! Мы в Израиле. Сегодня мы в Ака. Ранним утром встали, побывали в служении или же в музее ветеранов Великой Отечественной войны и евреев, кто участвовали в этой войне. И это была очень приятная встреча с людьми. Сегодня прекрасный день, 27 градусов тепла. Мы находимся у самого моря. И крепость мы видим, старое Ака. И море, которое просто прекрасно сегодня. Проходя улицами старого Ака, крепости, которые построили компримеры, крестоносцы, те, кто приходил на святую землю, ты понимаешь, сколько в этом городе сочетаны разные эпохи, разные культуры. И здесь смешана часть христианской истории. Мы видели там церкви, есть также мусульманская сторона истории, подтверждающая мечетями. Вы знаете, этот старый город никогда крепостью остается крепостью, духовной крепостью для этого мира. Как могут разные культуры или же течения сожить вместе на одних улицах, на одних базарах? Наверное, это возможно, но я верю, что этот пример больше похож на наш с вами мир, там, где мы живем, среди верующих людей, где многие разделились на улицы разных динаминаций. Это христиане, которые разделили свой город на разные течения. Некоторые более скромные, некоторые автавагатные, некоторые имеют послание простой веры в Иисуса, некоторые в традиции. Скажу честно, что это вызов для нас, чтобы не остаться в таком старом городе. Нам нужно двигаться вперед, в Новый Рушалаем, где все обновляется, где идут разные перемены. И в этом городе также эти перемены ощущаются. Как типично для каждого старинного города в Израиле, это то, что одну из улиц в центре города превратили в проходную или же место для базара. Вот эта улица полностью превратили в базар, здесь можно увидеть разные. И мы сегодня приходим к этому человеку, чтобы купить рыбу для сегодняшнего вечера, где рыба в теплый дом. И скажи, Дима, что мы вообще купили, зачем это нужно? Я сказал, что сегодня теплый дом. Да. Что это такое? Ну, это когда люди собираются и тепло общаются. Мы купили немного дорады, немного мушты. Это все будем жарить на гриле, а потом немного прикопить. А что за люди? Это люди, пережившие гетто. Бывшие узники гетто, которые выжили, остались живы и прошли все эти ужасы. И, в общем-то, на сегодняшний день мы несем такое служение в городе Кармиэль. У нас таких людей в городе уцелело 160 человек. И мы пытаемся, в общем-то, скрасить их жизнь и как-то ее сделать веселее и приятнее. Но скажу так, что для нас была сегодня честь быть в этом заведении, где общались, познакомились с людьми. И они рассказывали свои истории, истории их родителей. И скажу честно, мне очень понравилось не то, что истории, а ту атмосферу, в которой они общаются и приглашают друг друга, открытости к Евангелии. Ты можешь поговорить о многих позициях, и они очень открыты к этому. Они сложно относятся к религиозной части Израиля, но открыты к простому общению и человечности. Вот, наверное, это больше всего привлекает к теплому дому, там, где они могут узнать о пророчествах, о слове, о спасении. И даже сегодня, как бы, тайным они об этом говорили, сегодня, да, все поговорим. Вот это интересная была тема такая. После удачной покупки или улова, нам ее почистили, посмотрели город и едем обратно готовиться для теплого дома. Так что у нас будет интересно сегодня вечер. Субтитры создавал DimaTorzok